приветствую вас дорогие на канале о свидетелях иеговы в этом выпуске новостей мы обсудим как обычно ход репрессий против верующих в россии не буду оглашать весь список новостей по которым мы пройдемся он будет слишком обширным мы затронем практически все регионы россии в этом видео а также в завершении поговорим о вынесенном уже третьем решении рабочей группы оо на российских свидетелях иеговы а также о том как мировая общественность расценивает преследование свидетеля иеговы в россии итак начнем с регионов новое уголовное дело возле китайской границы в городе лесозаводске еще один верующий отправлен в сизо по уточненной информации 16 мая 2020 года стало известно что сергей кобелев которого задержали на рабочем месте был отпущен в тот же день после обыска в его доме и допроса в кабинете следователя задержание длилось 11 часов однако 49-летний евгений гриненко после задержания был отправлен в сизо в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 ук рф области прошли как минимум в четырех семьях верующих религиозными гонениями в городе занимаются сотрудники пограничного управления у фсб россии по приморскому краю 49-летний евгений гриненко арестован на два месяца до 12 июля 2020 года до ареста он проживал в городе лесозаводске вместе с пожилыми родителями обыски по меньшей мере в четырех домах местных верующих прошли 12 мая 2020 года сотрудники следственного комитета рф при поддержке пограничного управления уфсб россии по приморскому краю проникали в жилище мирных верующих под предлогом проверки соблюдения режима самоизоляции подвергая ни в чем не повинных дальневосточников в том числе пожилых смертельной угрозе заражения вирусом ковид-19 известно что обыски прошли о 71-летний и 64-летний жительниц у семьи 44-летнего сердея кобелева также у евгения гриненко и его пожилых родителей устраивая обыски и допросы во время пандемии коронавируса следственные органы уже не в первый раз ставят жизнь и здоровье граждан под угрозу мирные верующие сидят дома послушно соблюдая режим самоизоляции согласно рекомендациям российского правительства однако группы представителей власти вторгаются в их жилища и в сопровождении понятых роются в их вещах вывозят на допросы и помещают их в сизо в ходе обысков изъяты электронные носители банковские карты и другие личные вещи например открытки в которых упоминалось незапрещенное ни одним судом имя бога иегова сердей кобелев был задержан около восьми утра сотрудниками фсб на работе и доставлен домой где к тому времени уже проводился обыск в присутствии его жены несовершеннолетнего сына и пожилого отца позднее верующего увезли на допрос следственный комитет после обыска и допроса его отпустили задержание как мы уже знаем продлилось в общей сложности одиннадцать часов по версии следствия обвиняемый евгений гриненко осуществлял действия организационного характера по созыву и проведению собраний а также принимал непосредственно участие в проводимых собраниях направленных на продолжение деятельности религиозного объединения признанного судом экстремистем следующая новость из камчатского края камчатский краевой суд рассмотрел апелляцию супругов поповых приговоренных за свою веру к штрафу в 650 тысяч рублей и смягчил наказание до 500 тысяч рублей 19 мая 2020 года камчатский краевой суд рассматривает апелляционную жалобу михаила и елены поповых на приговор величинского горсуда от 14 февраля 2020 года верующие считают вынесенный им приговор ошибочным они не совершили никакого преступления против государства все обвинения сводятся лишь к их семейному вероисповеданию свобода которого провозглашена конституцией российской федерации после премий сторон и последнего слова подсудимых суд удаляется в совещательную комнату и оглашает свое постановление обвинительный вердикт оставить в силе смягчить наказание вместо 650 тысяч рублей штрафа супруги за свою веру должны заплатить в казну 500 тысяч рублей приговор вступает в силу второй осужденный свидетелей говы уроженец великого новгорода константин баженов лишился российского гражданства 15 мая 2020 года администрация колонии номер 3 димитров града уведомила осужденного за религиозные убеждения константина баженова о том что его российское гражданство аннулировано константин родился в великом новгороде еще ребенком вместе с родителями переехал на территории украины в 2001 году он женился на ирине из донецкой области в 2009 году супруги переехали в россию получили там гражданство 19 сентября 2019 года константин баженов был осужден на три с половиной года колонии он проходил обвиняемым по тому же уголовному делу что и его пятеро единоверцев из саратова включая феликса махамадеева которому власти отменили разрешение на выдачу российского гражданства всего за несколько дней до решения по баженову решение о выдаче гражданства мужу было отозвано 20 апреля 2020 года но сообщили ему об этом в колонии только 15 мая сообщила ирина баженова супруга константина по словам ярослава сивульского представителя европейской ассоциации свидетелей говы отмена гражданства для баженова и махамадеева свидетельствует о неразборчивости системы российского правосудия власти формально следуя закону применяют одинаковые меры и к террористам и к мирным верующим оказавшимся в тюрьме только за убеждение смыслом которых является любовь к богу и людям прокомментировал ситуацию сивульский переместимся в новосибирск следователь оказывает давление на виталия попова из новосибирска обязывая его за неделю ознакомиться с пятью тысячами листов уголовного дела 13 мая 2020 года следователь вызывает попова в следственный комитет для предъявления ему обвинения и допроса виталий не признает себя виновным он считает данное уголовное дело репрессиями за веру поскольку его вероисповедание единственная причина преследования следователь оказывает на виталия давление настаивая на том чтобы верующий ознакомился с 21 томом уголовного дела в недельный срок это около пяти тысяч листов как уже было отмечено 14 мая 2020 года судья волгоградского горсуда павел воробьев отказывает следователю в продлении срока запрета определенных действий юрию баранову так как установленные ему запреты по законодательству действуют до их отмены судом это означает что мера пресечения для баранова не отменена все ограничения останутся в силе пока суд не отменит их по просьбе следователя баранова или по своей инициативе таким образом последнее решение суда не улучшает положение юрия баранова у которого из-за уголовного преследования обострились заболевания в апреле баранов был госпитализирован однако даже после прохождения лечения его здоровье по-прежнему ослаблено 15 мая 2020 года суд оставляет николая степанова под стражей еще на два месяца а именно до 18 июля 2020 года 15 мая 2020 года в первореченском районном суде города владивостока возобновляются слушания по делу дмитрия барматина председательствующий судья станислав сальников сторона защиты высказывает свои замечания по поводу перевода записи богослужений с участием барматина на русский язык так как богослужения проходили на английском языке перевозчик поясняет что во время работы над стенограммами она пользовалась интернет ресурсами академик и википедия также официальным сайтом свидетелей говы сторона защиты заявляет о недопустимости данного перевода в качестве доказательства вины барматина суд данное заявление отклоняет сторона обвинения заявляет ходатайство о назначении комплексной экспертизы адвокаты возражают следующие судебные заседания назначены на 5 19 26 июня 2020 года будем следить за этим процессом на нашем канале 20 апреля 2020 9 кассационный суд общей юрисдикции расположенные во владивостоке откладывает рассмотрение кассационной жалобы прокуратуры на отказ ленинского районного суда владивостока от рассмотрения по существу дела осадчука и других и о возврате дела в прокуратуру заседание переносилось на 13 мая 2020 года 13 же мая из-за режима самоизоляции вызванного пандемией коронавируса 9 кассационный суд переносит рассмотрение жалобы прокуратуры на 1 июня 2020 года 20 мая 2020 года в городе майском это кабардино-балкария силовики провели обыски в пяти домах шестеро верующих семейная пара еще четыре женщины были доставлены для допросов в следственный отдел позже их отпустили не для протокола расспросив о религиозных взглядах как сообщает кавказский узел области 20 мая в майском прошли в пяти домах у светланы и тирилла гущиных зареты артановой ольдишу льдиной оксаны доминовой и светланы дубовиной сообщил корреспонденту кавказского узла представители европейской ассоциации свете лягова ярослав севурский одна из верующих со слов севурского рассказала что силовик в ходе обыска зашел спальню и закрыл за собой дверь затем вышел и запретил туда заходить а затем там была обнаружена библия в переводе нового мира который используют свете ляговы это издание включено федеральный список экстремистских материалов другом случае силовики явились в дом местной жительницы когда она была на работе дверь открыл ее взять сотрудники правоохранительных органов скрутили ему руки и отвели в одну из комнат а сами продолжили обыск в других помещениях позже правоохранители привезли хозяйку жилища и сказали что в ее доме обнаружено семь экземпляров запрещенной литературы сообщил пресс-секретарь европейской ассоциации свидетелей иеговы у верующих наряду с литературой на которую указали силовики были изъяты планшеты и телефоны как минимум один мужчина и несколько женщин после обысков были доставлены для допросов в отделении одной из силовых структур сообщается на сайте где собрана информация об уголовных делах в отношении российских свидетелей иеговы во время допросов силовики выясняли у задержанных в какого бога они верят как давно и кто их этому научил после допросов верующие были отпущены верующие в чьих домах прошли области сообщили что запрещенную литературу им подбросили при этом копию постановления об области не предъявляли и протокола обыска не выдали подчеркнул ярослав севурский комментариями правоохранительных органов о причине и итогах обысков в пяти домах свидетелей иеговы майском кавказский узел пока не располагает кавказский узел писал также об уголовном деле в отношении свидетелей иеговы из майского юрия залипаева которого следствие считает виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности это дело слушается в суде первой инстанции с 16 июля 2018 года следующая новость в связи с эпидемией хабаровский краевой суд отложил на неопределенный срок слушание по апелляционной жалобе верующих николая поливодова и станислава тима верховный суд якутии отказал игорю и вашину в апелляции приговор за веру вступил в силу наказание в шесть лет лишения свободы условно не изменилось 21 мая 2020 года верховный суд республики саха якутск улица курошова 25 слушание по апелляционной жалобе верующего на приговор игорь и вашин обращается с последним словом суд объявляет постановление апелляционная жалоба остается без удовлетворения приговор за веру вступает в силу наказание в шесть лет лишения свободы условно остается без изменений далее новости из ростова на дону суд продлил до 19 августа арест свидетелям иговы из ростова велену аванесову арсену аванесову и александру паркову ознакомление обвиняемых с материалами дела затягивается в сизо не по их вине а потянуть россию и повлиять на свидетелей они не смогут заявили адвокаты как писал кавказский узел александр парков велен аванесов и арсен аванесов были задержаны 22 мая 2019 года им грозит до 10 лет заключения по статье организации деятельности экстремистской организации 18 мая суд продлил арест аванесовым и паркову до 21 мая ростовский областной суд 20 мая рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста велену аванесову и александру паркову на разных заседаниях по очереди заседания состоялись в одном из самых больших залов суда однако в этот раз других посетителей на заседании не было передает присутствовавшие в суде корреспондент кавказского узла дежурившие на входе приставы пояснили что посетителей пускают только в большие залы ввиду необходимости соблюдения социальной дистанции все участники процесса от конвоиров до судьи были в медицинских масках первым зал завели велен аванесова суду он сообщил что родился в 1952 году в баку женат и имеет взрослых детей до ареста постоянно проживал в ростове-на-дону и на момент ареста уже несколько лет получал пенсию по старости следователь иван кальницкий попросил продлить обвиняемому арест до 19 августа сославшись на продление срока следствия по делу по словам следователя аванесов находясь на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью скрыться от следствия и суда а также воспрепятствовать следствию и производству по делу по словам следователя 20 апреля аванесова и его адвоката уведомили об окончании следственных действий однако за это время он ознакомился только с одним томом и одним диском при этом на вопрос адвоката следователь признал что конкретных данных о намерениях аванеса воспрепятствовать Представитель прокуратуры Алексей Чебриков также посчитал возможным продление ареста Велену Аванесову, сославшись на обвинение в тяжком преступлении экстремистской направленности. Адвокат Аванесова Роман Кокасев назвал ходатайство следователя незаконным и необоснованным. По его словам, за прошедший месяц материалы дела для ознакомления с следователями фактически не предоставлялись, а фактов о намерении Аванесова скрыться и воспрепятствовать следствию за год с момента задержания предоставлено не было. Единственное основание – тяжесть инкриминируемого деяния. Однако тяжесть не может быть единственным основанием для продления ареста. Это содержится в позиции Верховного Суда. Сама религия святелеговы не запрещена и сама по себе не образует состава преступления. Домашний арест позволит проводить процессуальные действия гораздо быстрее, отметил адвокат. Сам Велен Аванесов поддержал защитника. Уже ровно год я нахожусь под стражей и единственное против меня – это исповедание веры святелеговы. Согласно статье 28 Конституции РФ, я имею право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения. Религия святелеговы не запрещена. Я никогда никому не угрожал, не совершал насильственных действий, никакой угрозы обществу не представляю. «Исполняю законы властей. Мы обращаем внимание людей на Библию. Никакого экстремизма в этих действиях нет. Я не считаю себя виновным. Прошу освободить меня из-под стражи», – высказался обвиняемый. Суд, однако, постановил продлить Велену Аванесову арест до 19 августа. «В данном случае следователи имеют право продлевать срок предварительного следствия», – пояснил адвокат Роман Кокасиев. «Могут продлевать и по 217-й статье Уголовно-процессуального кодекса. Потом суд может продлить уже при передаче дела в суд», – сказал он. Защитник затруднился сказать, успеет ли Аванесов ознакомиться со всеми материалами дела, так как ознакомление идет медленно, материалы предоставляются не в полном объеме. Ему удавалось попасть в СИЗО после введенных в связи с коронавирусом ограничений и поговорить с Велином Аванесовым. Он, по словам адвоката, не высказывал жалоб на состояние здоровья и условия содержания. При этом Кокасиев отметил, что в камере людей немного. В части коронавирусной инфекции проблем не возникало. Затем суд рассмотрел операционную жалобу Александра Паркова на продление ему ареста до 18 мая. Парков рассказал, что он родился 5 сентября 1967 года, зарегистрирован в Краснодаре и до ареста постоянно жил в Ростове-на-Дону. Женат, имеет трех совершеннолетних детей, ранее не был судим, является самозанятым и занимается художественной ковкой. Судья пояснил, что жалоба Паркова поступила по почте только недавно. Парков не согласился с продлением ему ареста, указав, что ликвидированы юридические лица, а не личности. Он и адвокат попросили изменить меру пресечения на домашний арест, либо запрет определенных действий. Тем не менее, жалоба была отклонена. Последующее заседание о продлении Паркова ареста началось с ходатайства обвиняемого об отводе прокурора Алексея Чебрикова. Парков заявил, что представитель прокуратуры поддерживает незаконные ходатайства следствия. Тем не менее, проведя 10 минут в совещательной комнате, судья отказалась в отводе прокурора. Александр Парков также попросил соблюсти уважение, его чести и достоинства, и на время заседания выпустить его из клетки аквариума. В этом обвиняемому также было отказано. Отметим, что оба заседания Парков провел стоя, пояснив, что в аквариуме плохо слышит судью. Следователь Иван Кальницкий привел аналогичные с Веленом Аванесовым основания для продления ареста Александру Паркову до 19 августа. Отвечая на вопросы суди, следователь пояснил, что объем дела составляет более 20 томов и 10 дисков с аудио- и видеозаписями собраний святили Иговы. А Парков на сегодняшний день ознакомился только с одним томом и одним диском. По ростовскому делу подозреваются трое организаторов и несколько рядовых участников, а собрания верующих проходили как по месту проживания организаторов, так и через программу Телеграм, заявил следователь. Следствие за год не привело ни одного факта, а просто приписывает мне свои предположения. В России свидетелям Иговы более 100 лет и никто из них не призывал к насильственным действиям. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, сказал Александр Парков. Адвокат Паркова Татьяна Красникова подчеркнула, что все свидетели уже допрошены следователями. Другие процессуальные действия выполнены, российские границы закрыты, а у ее подзащитного отсутствует загранпаспорт, поэтому он не может оказать давление на следствие или скрыться. Она добавила, что в настоящее время в следственном изоляторе работают только кабинеты для свиданий с плохим освещением, да и то через день. Общение с подзащитным возможно только посредством телефонных звонков, поэтому даже к 20 августа Парков может не ознакомиться с делом. Красникова указала, что Парков мог бы находиться под домашним арестом по месту регистрации в Краснодаре, либо под запретом определенных действий. Однако Александру Паркову также продлили арест до 19 августа, отметив в постановлении, что ограничения в СИЗО носят временный характер в связи с новой коронавирусной инфекцией. Суд может продлевать следствие, учитывая особую сложность уголовного дела, его объемы и количество участников, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Татьяна Красникова. По ее мнению, при нынешних ограничениях Парков вряд ли успеет ознакомиться с делом даже к концу августа. Невозможно знакомиться технически. В СИЗО один DVD-проигрыватель. Время идет не в нашу пользу. По пятницам вообще невозможно знакомиться, потому как в СИЗО санитарные мероприятия. Необходимо также время на утверждение обвинительного заключения и передачу дела в суд, сказала она. При этом Красникова отметила, что жалоб на состояние здоровья и условия содержания Парков не высказывал. Еще одному фигуранту дела Арсену Аванесову арест был продлен накануне, также до 19 августа, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель суда. Адвокаты намерены обжаловать постановление обл. суда. Также «Кавказский узел» писал, что суд в Ростове-на-Дону 29 апреля продлил срок домашнего ареста до 5 июня двум свидетелям Иеговы Руслану Алыеву и Семену Байбаку. Апелляция Алыева на это решение была рассмотрена и отклонена областным судом 13 мая. Слушания по апелляции Семена Байбака на решение Ленинского районного суда 29 апреля прошли 20 мая. На заседании присутствовали следователь, адвокат и сам Байбак. Судья оставил в силе решение районного суда о продлении домашнего ареста Байбаку до 5 июня, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отчим 23-летнего арестованного Илья Корытко. Эту информацию подтвердил и адвокат верующего Артур Арзуматян, отказавшись от более подробных комментариев об итогах заседания. Из-за введенного в Ростовской области режима самоизоляции единоверцы не смогли прийти и поддержать Семена Байбака в суде, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Илья Корытко. С его слов, касацию на это решение подавать Семен не планирует, так как эта процедура занимает много времени и пока она будет рассмотрена, срок ареста и так уже будет подходить к концу. Отчим обвиняемого также рассказал, что расследование дела Семена Байбака уже завершено, но сроти передачи его в суд пока неизвестны. По информации Корытко, 8 мая следователь Иван Кальницкий, курирующий дело Байбака, проинформировал Семена, что следственные действия в отношении него по части 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса России и по части 1 ст. 282.3, это финансирование экстремистской организации, завершены, что обе статьи объединены в одно дело. По оценке отчима верующего, следователь с Семеном ведет себя корректно, не давит, не торопит, дает возможность нам ознакомиться с обвинительным заключением. Из-за уголовного преследования Семен Байбак не может работать по своей специальности преподавателя китайского языка, чтобы зарабатывать деньги, поэтому его сейчас содержат родители, рассказал отчим молодого человека. Ему нельзя ни с тем видеться, не дают пользоваться интернетом, возможности заработать у Семена нет, констатировал мужчина. Переместимся в Темировскую область. 14 мая 2020 года на слушании в Березовском городском суде Хасан Когут дает показания и просит приобщить письменные заметки к материалам уголовного дела. Верующий своей вины не признает. Он указывает, меня сегодня обвиняют за то, что верю в Бога, которого зовут Иегова, который является нашим создателем. Судят за мои убеждения. Если бы я не был свидетелем Иеговы, не судили бы, хотя эта религия не запрещена в России. Верующий также заявляет в суду, что во время предварительного следствия по делу Бритвина и Левчука он был допрошен под давлением правоохранителей и в отсутствие адвоката, а использованные во время допроса некорректные формулировки следователя в дальнейшем могут быть использованы против него. Прокурор настаивает на их оглашении и заявляет ходатайство о вызове для допроса в судебном заседании следователя ФСБ Белоглазова, который проводил допрос Когута в качестве свидетеля. В защитах ходатайствует об исключении доказательств, показаний засекреченного свидетеля и запрашивает время для подготовки ходатайства о признании недопустимым доказательством по делу показания Когута, данные им в ходе предварительного следствия на основании статьи 75 УПК. Следующее судебное заседание состоится 1 июня в 10 часов утра. Судья Гагаринского районного суда в городе Севастополе Валентин Норец приступил к рассмотрению уголовного дела по статье 282.2.1 Организации экстремистского сообщества в отношении Виктора Сташевского, которого обвиняют в том, что проводил богослужения, несмотря на то, что данная религиозная организация запрещена в РФ. При этом на официальном сайте суда скрыты данные подсудимого и других участников дела. Согласно представленных на официальном сайте Светилия Говы в России данных, Виктор Сташевский обвиняется в том, что являясь идейным вдохновителем экстремистской организации, используя свой авторитет, хорошо развитые волевые качества и организаторские способности, а также ранее приобретенные им специальные познания и агитационные навыки, умышленно предпринял активные действия организационного характера с целью продолжения противоправной деятельности запрещенной судом экстремистской организации. Во время предварительного слушания по данному уголовному делу подсудимый заявил, что обвинение не предоставило ему возможность ознакомиться с материалами в полном объеме. Начало судебного следствия назначено на 15 июня. Напомним, 4 июня 2019 года сотрудники ФСБ провели обыски в 9 домах жителей Севастополя. После проведения обысков Виктор Сташевский был задержан. Спустя один день ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 30 марта 2020 года Гагаринский районный суд принял в производство данное уголовное дело. Ранее 5 марта Джанкойский районный суд приговорил Сергея Филатова, который также является свидетелем Иеговы, к 6 годам лишения свободы. В этот же день в отношении ялтинского сторонника религиозной организации Артема Дерасимова ялтинским городским судом был вынесен обвинительный приговор с оплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей. Верховный суд Крыма отложил рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении Артема Дерасимова, который обвиняется в продолжении деятельности запрещенной в РФ религиозной общины Светили Иеговы. Коллегия судей под председательством Алексея Последова удовлетворила ходатайство подсудимого и перенесла срок рассмотрения апелляции на 4 июня. Как пояснил Артем Дерасимов, решение связано с отсутствием адвоката из-за болезни. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции слушателей в здание суда не пустили. По словам Артема Дерасимова, вместе с решением о переносе даты заседания суд принял решение назначить подсудимому государственного защитника, чтобы исключить повторное отложение рассмотрения дела. Далее новость из Комсомольска на Амуре. 22 мая 2020 года прошел обыск в квартире 46-летнего комсомольчанина Дмитрия Брянкина, который проживает в ней вместе с женой и дочерями. Глава семьи увезен на допрос. Еще две семьи верующих не выходят на связь. Подробности выясняются. Теперь две новости из Сочи. Суд оставил под стражей свидетелей Говы из Сочи Вячеслава Попова, а также суд продлил домашний арест сочинскому свидетелю Говы Николаю Кузичкину. Начнем с Попова. Несмотря на просьбы Вячеслава Попова и его защитника изменить меру пресечения на домашний арест, суд принял решение продлить срок ареста до 24 июня. Защита намерена обжаловать решение. Как сообщал Кавказский узел, жители Адлера Николай Кузичкин и Вячеслав Попов находятся под арестом с 10 октября 2019 года. В марте суд в Сочи продлил срок их заключения под стражей до 24 мая. Однако позднее Николай Кузичкин был переведен под домашний арест. Суд рассматривал дело в открытом заседании, но супругу Вячеслава Юлию Попову не пустили в суд из-за режима карантина. Сам Попов находился в СИЗО Армавира и участвовал в заседании по конференц-связи. Попову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ. Вину в инкриминируемом деянии он не признал и не признает, рассказал 24 мая корреспонденту Кавказского узла адвокат Сергей Яновский. Адвокат добавил, что его подзащитный выглядит неплохо, морально держится, находится с одним сокамерником в камере на 4-х человек и на условия содержания не жаловался. Из-за карантина попасть в СИЗО к Вячеславу Попову невозможно, уточнил адвокат. Он предположил, что через месяц дело передадут в суд. Меня в здание суда не пропустили. Мне со слов адвоката известно, что с супругом была связь по ВКС. Ничего нового не произошло и не происходит. Единственное изменение, что из-за коронавируса люди даже не могут прийти, чтобы поддержать обвиняемых, как это было раньше. Запрет даже на это, сказала корреспонденту Юлия Попова. Она отметила, что не может передать не только продукты супругу, но даже и посылку с вещами из-за карантина. С супругом переписываюсь. Ему пишут люди с разных уголков России. Со словами поддержки и наилучшими пожеланиями, рассказала она. Центральный районный суд Сочи продлил срок домашнего ареста свидетеля Игова Николая Кузичкина на месяц. Врачи выписали Кузичкина после обследования на амбулаторное лечение. Ему предстоит операция, сообщила его супруга. Как писал Кавказский узел, Краснодарский краевой суд отпустил Кузичкина под домашний арест до 24 мая. При этом супруга Кузичкина отметила, что содержание под стражей сказалось на его здоровье. 9 мая Кузичкин был госпитализирован для проведения обследования в Хостинскую больницу номер 3. Суд 20 мая рассмотрел дело сочинского свидетеля Игова Николая Кузичкина о продлении ему меры пресечения, рассказал корреспонденту Кавказского узла сотрудник пресс-службы суда Центрального района Сочи. Кузичкин оставлен под домашним арестом до 24 июня, сказал он. По словам сотрудника суда, Кузичкин присутствовал на заседании лично. Нам вчера, 20 мая, за час до суда позвонил надзиратель и сказал, что мы должны ехать на судебное заседание по продлению меры пресечения. Нам супругам необходимо не менее двух часов, чтобы собраться и добраться до суда. Мы живем в сельской местности, далеко от Центрального района. Собираться для Николая очень большая проблема из-за болезни. Он испытывает сильные боли при любых движениях, так как воспаление еще не прошло и он продолжает лечиться. Я помогла ему собраться и мы успели, рассказала супруга Кузичкина Ольга Чехова. Она сообщила, что в здании суда ее не пропустили приставы, объяснив это режимом карантина. По ее словам, суд длился не более получаса. Она ждала супруга на крыльце суда. На заседание суда никто из группы поддержки не пришел, отметила Чехова. Люди просто не знали о заседании, так как сообщение поступило за час до его начала. Кроме того, введен запрет собираться у здания суда в связи с карантином. Как законопослушные граждане, они не стали нарушать запрет, пояснила она. Суд закрыт для посетителей до 23 мая из-за коронавируса, сказал корреспонденту Кавказского узла Пристав в суде Центрального района. Присутствовать на заседаниях могут только участники процесса, отметил он. Следователь по особо важным делам следственного отдела по Сочи ходатайствовал о продлении срока содержания под домашним арестом Кузичкину по причине сложности дела. Говорится в постановлении о продлении меры пресечения от 20 мая, копия которого имеется в распоряжении Кавказского узла. Продлить Николаю Кузичкину домашний арест до 8 месяцев 14 суток, то есть до 24 июня 2020 года включительно, указано в документе. Чехова сказала, что не будет обжаловать данное постановление, так как добились того, что супруг находится дома на лечении. Я и Николай пережили стресс, не зная, что решит судья. Очень боялись, что отправят опять за решетку в таком состоянии. Ведь этот же судья ранее выносил вердикты об отправке Николая под стражу, несмотря на все его доводы о плохом самочувствии и просьбе адвокатов, указала Чехова. Мы с супругом устали и морально, и физически. Нам не ясно, за что идет это преследование, пожаловалась она. Следователь, который вел дело и обещал провести все экспертизы до конца мая и передать дело в суд, ушел в отпуск и на заседание не пришел, рассказала супруга обвиняемого. Комментариями адвоката по назначению Морозовой относительно решения суда Кавказский узел пока не располагает. Чехова рассказала, что супруг 15 мая был выписан из больницы номер 3 в Хосте с рекомендацией лечиться и наблюдаться у уролога и эндокринолога. Я его забирала оттуда. Николаю было прописано медикаментозное лечение на дому от воспаления, которое еще не прошло. Пункцию в таком состоянии брать еще нельзя, рассказала она. По словам Чеховой, взять пункцию станет возможным только после того, как доктора решат, что это возможно по состоянию здоровья. В эпикризе из больницы номер 3, копия которого имеется в распоряжении Кавказского узла, говорится, что больной Кузичин был госпитализирован с острым воспалением мочеполовой системы. В документе указывается на сопутствующие эндокринологические заболевания Кузичина. Данные заболевания присутствовали у супруга до помещения в следственный изолятор, но он справлялся с ними, не допуская обострений, сказала Чехова. Она считает, что под стражей Кузичину не оказывали должной медицинской помощи. Отсутствие медпомощи в СИЗО спровоцировало обострение болезни и острые болевые ощущения, которые у него прогрессируют, рассказала супруга. По ее словам, следователь и сотрудники СИЗО игнорировали жалобы и обращения Кузичина в медчасть, а в отписках на ее обращение говорилось, что супругу оказывается вся необходимая медпомощь. После обследования в Хостинской больнице врач предупредил, что Кузичину предстоит операция на мочеполовой системе и к ней надо готовиться, рассказала Чехова. Теперь у супруга большие проблемы с эндокринной системой, из-за этого ему стало трудно дышать и даже глотать пищу, рассказала она. Чехова заявила, что обратится в прокуратуру с жалобами на неоказание неотложной специализированной медпомощи ее супругу в течение полугода заточения в СИЗО. Она также указала, что не всегда возможно найти по месту жительства внимательного и грамотного специалиста, но из-за запрета на передвижение Кузичин лишен этой возможности. Таких ограничений не должно быть, когда речь идет о здоровье, считает Чехова. «Очевидно, что проблемы с щитовидной железой были у Кузичина и до помещения в СИЗО», сказала корреспонденту «Кавказского узла» врач-эндокринолог больницы «Номер один», лидер независимого профсоюза «Альянс врачей» Юлия Волкова после изучения его медицинского заключения. «Есть отрицательная динамика в плане роста узлов щитовидной железы». «По гормональному фону показания для срочного лечения тоже есть», пояснила она. «По словам врача, для правильного лечения эндокринной системы важно исключить онкологию, а для этого нужно провести биопсию». «При таких анализах помощь должна была быть оказана человеку немедленно в стационаре», считает Волкова. «Неоказание помощи больному – это должностное преступление, согласно статьям 124 и 125 УК России. Неоказание помощи больному и оставление в опасности – это примечание от Кавказского узла, за которое должны отвечать все, кто был полномочен оказать такую помощь и не оказал ее», сказал корреспонденту Кавказского узла, независимый от данного дела адвокат Александр Йенин. «Отметим, санкции статей предусматривают до 4 лет лишения свободы». Он также сказал, что право на выбор медицинской организации гарантировано всем гражданам статьей 21 ФЗ 323 об основах охраны здоровья граждан РФ. «При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и на выбор врача с учетом согласия врача», следует из статьи 21 закона. По словам Йенина, мера пресечения не дает права кому-либо ограничивать человека в праве на выбор врача и медучреждения. Теперь перейдем к международным новостям. 6 мая 2020 года рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН приняла решение, касающееся 18 верующих в России. Группа считает возбужденные против них дела незаконными, а содержащихся под арестом призывает немедленно освободить связи с пандемией. Авторитетный орган ООН рассматривал жалобу сразу 18 российских верующих из Волгограда, Темерова, Смоленска, Пензы, Перми и Новозыпкова. 10 из них подверглись аресту и содержались в СИЗО Андрей Маглев, Игорь Ягазарян, Руслан Королев, Владимир Кулясов, Валерий Рогозин, Валерий Шалев, Татьяна Шамшева, Ольга Силаева, Александр Соловьев и Денис Тимошин. Согласно 15-страничному решению, ни в одном из рассмотренных дел нет оснований для уголовного преследования, и все они должны быть немедленно закрыты. Дела возбуждены только за то, что обвиняемые мирно исповедовали свои религиозные убеждения, в том числе имели при себе религиозные тексты и Библии, собирались вместе на богослужения с единоверцами. Это из пункта 67. В пункте 71 документа говорится, все 18 человек были обвинены в разных формах экстремистской деятельности. Однако, по мнению рабочей группы, ни один из описанных видов деятельности не может быть истолкован как таковой. Кроме того, рабочей группе не было представлено, и рабочая группа сама не может установить никаких причин, которые могли бы оправдать ограничения прав указанных 18 человек в соответствии со статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. Рабочая группа считает, что вся деятельность, в которой они участвовали, являлась мирным способом осуществлять право на свободу религии на основании статьи 18 Пакта. Такая деятельность явилась единственным основанием для задержания всех 18 лиц и разбирательства в судах в отношении них. В пункте 80 подчеркивается, что действия названных 18 лиц носили мирный характер и нет никаких доказательств того, что кто-либо из них или вообще кто-либо из свидетелей ГО в России когда-либо прибегал к насилию или призывал других к насилию. В решении повторяется, что в России имеет место системное и институционализированное преследование свидетелей Иеговы. Это пункт 78. Эта же формулировка звучала в решении от 1 октября 2019 года касавшемся Владимира Алушкина из Пензы и в решении от 3 мая 2019 года по Дмитрию Михайлову из Шуи, Ивановская область. Таким образом, это уже третье мнение рабочей группы ООН по произвольным задержаниям в отношении российских свидетелей Иеговы. Во всех случаях представители ООН отвергали связь свидетелей Иеговы с экстремизмом. Рабочая группа также призывает освободить из-под стражи тех, кто содержится в СИЗО, так как там высок риск заражения COVID-19 с ограниченными возможностями оказания медицинской помощи. Это из пункта 84. В пункте 85 рабочая группа призывает обеспечить всестороннее и независимое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы верующих и принять соответствующие меры в отношении виновных. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям – это структура, призванная расследовать случаи задержаний, которые не согласуются с международными нормами, изложенными во всеобщей декларации прав человека и других международных документах. Рабочая группа имеет право получать информацию от властей и неправительственных организаций, встречаться с задержанными и членами их семей, чтобы установить факты. Свои выводы и рекомендации рабочая группа представляет правительством, а также Совету по правам человека ООН. Хотя решения рабочей группы не являются обязательными для государств, они могут способствовать смягчению позиций властей в условиях широкой международной огласки. Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, выраженной в определении от 9 июня 2015 года, номер 1276 ООН, «Российская Федерация как правовое государство не может оставить без внимания, избежав правовых последствий решения рабочей группы по произвольным задержаниям, содержащие выводы о произвольном задержании и уголовном преследовании граждан». Посол Соединенного Королевства в ОБСЕ Нил Буш в своем выступлении перед Постоянным Советом сказал, «Решение Верховного суда России в июле 2017 года, которое отклонило апелляцию на решение о признании свидетелей Говы экстремистами, криминализировало мирное поклонение 175 тысяч граждан России и нарушило право на свободу вероисповедания, закрепленное в Конституции России и многочисленных обязательствах ОБСЕ». Он продолжил, «После этого постановления мы стали свидетелями растущего числа задержаний, уголовных расследований и судебных преследований свидетелей Говы по всей России. Мы поддерживаем глубокую озабоченность по поводу сообщений о пытках и жестоком обращении со свидетелями Говы. Из приведенных выше фактов ясно, что любое проявление своей веры свидетелями Говы может привести к обыску их домов, длительному задержанию, уголовному преследованию и тюремному заключению. «Масштаб полицейских рейдов создает впечатление организованной кампании преследования свидетелей Говы», – сказал посол Буш. Эксперты по религиозной свободе также осудили обращение с верующими в России. Комментируя заявление делегации ЕС, австрийский юрист, политик и римско-католический богослов, доктор Гудрун Куглер заявил, что ситуация резко ухудшилась после того, как свидетели Говы были запрещены в России в апреле 2017 года. Все обвинения против свидетелей Говы в России основаны на законе об экстремизме, который в правозащитной организации критикуют как расплывчатый и чрезмерно широкого действия. Сам факт того, что верующий человек исповедует религию свидетелей Говы в частном порядке, достаточен для того, чтобы в соответствии со статьей 282.2 он был приговорен к тюремному заключению. «Жестокое преследование свидетелей Говы и других религиозных меньшинств в России должно прекратиться», – отметил юрист. 28 апреля 2020 года комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала годовой доклад о состоянии свободы совести и вероисповедания в мире. Россия вновь оказалась включена в список стран, где нарушается право на эту свободу. Авторы доклада упомянули несколько российских законов, в частности о защите религиозных чувств, поправьте регулирующие миссионерскую деятельность и антиэкстремистское законодательство, расплывчатость формулировок которых приводят к злоупотреблениям и давлению на верующих. В докладе отмечается, что религиозные меньшинства часто сталкиваются с трудностями при проведении богослужений в жилых помещениях, несмотря на то, что закон не запрещает использовать жилые помещения для проведения религиозных служб. Авторы доклада отметили массовое преследование свидетелей Иеговы, которым в течение года выносились приговоры по уголовным делам. Отмечаются также многочисленные рейды полицейских по домам верующих в разных регионах. Отдельно выделены преследования верующих в Крыму, где преследованием подвергаются последователи Хизбут-Тахрир, свидетели Иеговы и верующие Православной Церкви Украины. В завершении хочется лишь сказать, мы призываем власти снять все обвинения с лиц, которые были необоснованно привлечены к ответственности или заключены в тюрьму за осуществление своих прав человека. Мы призываем Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства в области прав человека, уважать свободу выражения мнений, мирных собраний, религии или убеждений, а также права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Это все новости на сегодня, дорогие друзья. Ставьте пальчик вверх, если видео было полезным. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем и дальше следить за ходом репрессий в путинской России. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok